Дмитрий Талалаев и Владимир Стогниенко. Большое спасибо Дмитрию Градиленко, который подстраховал нас в Москве. И, к сожалению, были технические проблемы, но сейчас все нормально. И мы видим, что Санкт-Петербургцы проводят атаку. Это только что Олег Власов через центр прорывался, нанес удары. И мяч оказался у Андреса Палопа, голкипера Сивили в руках. Ширл выбивает мяч вперед головой. Мореско. Мореско и бьет. Поворотом мы как раз с Андреем. Разбегается Владислав Радимов. Нет, будет бить Киржаков. Удар! Мимо ворот мяч проходит. Неплохой удар получился у Александра, но немножко свалился мяч в сторону. И все контролировал опытный голкипер. Палопа 33 года. И вообще хотелось бы отметить, во время этого повтора, смотрите, еще раз мяч проходит мимо ворот. Возрастная команда способна сыграть хорошо в воздухе. И еще попытка ударить. Бьет Киржаков. А тут показывали в Санкт-Петербурге, что мяч попал в руку кому-то из испанцев. В Сивили. Смотрим внимательно мы на повтор. Ну, честно говоря, смотри, было сложно. Здорово стартовал. Первые 15 минут провел «Зенит». К сожалению, пока нули на табло. Но видим, что огрызается Сивили. Две попытки дальних ударов мы видели. Главное, острых продолжений со стороны «Зенита». Давая возможность принять мяч, но не давая возможность провести быстрой атаки. Навес дальний Киржаков. А, ну, все-таки может Александр Сергеев. Теперь уже слева фланг. Городимов подает на дальнюю штангу. Хороший удар, но недостаточно сильный. Это был Роберт Испошку. Вот он просто переправил. Снова мяч у Ширла. Мин. Снова подача. Ну что, надо забивать! Нарушение правил было до удара. Посмотрим. Подача. Честно говоря, я не понял, за что. Мы наказали хозяев. Еще раз. Ну, вы можете сами все определить. Мартина Шкартева. Четвертый угловой ворот Малафеева. Подача нам нижнюю штангу. Ну, и теперь отворот. Отворот. Только боялся Анюков подставить голову. Но, слава богу, что так все и закончилось. Здорово сыграл Радимов. Пас налево. Александр Киржаков. Достает выходящий мяч. Не смещается ближе к штрафной. Уходит в центр. И бьет в ближний угол. Здорово. Ну, а Пошко как тут ждал, что может быть. Пало подпустит от себя хотя бы считанный сантиметр. Мяч. Перевод мяч налево. Радек Ширл тут совершенно один. Следует подача на дальнюю штангу. Власов. Штанга. Но было нарушение правил. Как мне показалось, и мы видим. Было нарушение правил со стороны Олега Власова. Перед тем, как нанести удар головой, он подтолкнул Давида. Левого защитника гостей. Ну, а хорошая была атака с переводом акцента справа налево. И последующей длинной передачей штрафных. К сожалению. Исполняют хозяева поля. Марыш. Подача на дальнюю штангу. Киржаков, наверное, считанные сантиметры не успевает. Хотя стелился он в подкате для того, чтобы переправить мяч в ворота. Но, хоть может быть и не обладает очень высокой скоростью Луис Фубиана. Но, еще раз повторю, физически очень сильный футболист. Олег Власов прорывается в штрафную. Бьет по воротам. Прекрасно играет Палуб. В очередной раз. Посмотрим повтор. И постараемся разобрать этот эпизод, этот момент. Была ли возможность у Власова выжить 100%. Мы видим еще раз в своем повторе. Вадимов пас налево. Павел Марыш. Ну что, снова подача. Игроков санкт-петербургского «Зенита». Таким образом, уже Даниил Аулес делает передачу на дальнюю штангу. Очень опасно. Александр Анюков неверную занял позицию. И чуть было положение вне игры Луис Фубиану. На дальней штанге оказался Андриано. Не очень опасный удар. Подача. Хорошая подача. Удар! Где же мяч-то? Судя по реакции футболистов, наверное, все-таки прошел он мимо. С этой позиции будет лучше видно. Марыш бил по воротам. Ну да, далековато ушел мяч в сторону от ворот. Хорошая получилась подача. Слишком высоко выпрыгнул Павел Марыш. Замена нет. Хотя некоторые футболисты поменяли футболки, видимо, в перерыве на чистые. И как только сейчас вот этот эпизод закончится, я назову составы передачи на мина. Можно попробовать пробить. Но попробовал пробить в итоге Алвес. СКЮД 6-й, Алвес 4-й, Хесус Навас 15-й, Мореско 25-й, Марти 18-й, Осио 20-й. Корея от Анюков. Делает передачу на мина вперед. Кореец разбегается и выполняет навес. Эх, дальше бы немножко сбросить мяч. Там, по-моему, набегал кто-то из питерцев. Если я не ошибаюсь, это Ширл был. Радик Ширл, но мяч в итоге до него не дошел. Перед началом матча мы с Владимиром уповали на то, что будет преимущество. Во втором тайме подустанут испанцы. Но вот проанализировав ситуацию в перерыве, можем сказать, что по сравнению с игрой с Бетисом, четыре игрока не играло в той игре. Хороший удар. Это снова попытка пробить издали. Как всегда, Александр Киржаков. Здесь, наверное, ни у кого сомнений не возникало, кто уже будет героем этого эпизода. Смотрите, как только мяч лег под правую, дали полсекунды этому форварду. Сразу пробил, но по лоб и в первом тайме два дальних удара. Очень сложных с отскоком отразил. И в этом с игрой своей команды ни одной замены не было произведено в перерыве. Но и может быть что менять, если основную задачу ноль. Свои ворота испанцы выполнили в первом тайме. А сейчас Киржаков на ударной позиции. Можно бить. Власов, рикошет, хин, гол, гол, 1-0. Забивает мин. Вот он, дебют мина в Кубке UEFA. Власов получил желтую карточку. Очень быстро хотел атакующий полузащитник Петербургского Зенита мяч поставить на центр. Смотрим атаку Киржаков. Рикошет. Власов бьет. Мяч отскаткивает к мину. И хороший удар. Посмотрите на исполнение. Щекой в ближний угол. Низом. Балок был бессилен. Отметим передачу Радимова. Первый. Вот еще что хотелось бы сказать. Всем известны сильные стороны Александра Киржакова. Он быстр, с хорошим ударом. И всем известны его, за что его часто. Радимов поставил корпус, правил не нарушал. Мин. Навешивает мин. Удар. К сожалению, в руки. Хорош. Пошкус успел выиграть борьбу за мяч на опережение. Сыграл опытно. Очень поперечная передача. Перехватывается испанцами. Есть возможность для быстрой атаки. Идет передача вперед. Вовне игры попадает Луис Фабьяно. Атак очень опасный. Сейчас получит желтую карточку за удар после свистка. Это полопа. Было еще два опасных момента. Но, к сожалению, не удалось закрепить успех. А мы видим повтор. Вот этой голевой комбинации здорово действует Киржаков. Фернандо Салес выходит вместо Адриану. Вот такая у нас сейчас замена. Адриану это был полузащитник. Но такой сильно атакующий, скажем, полузащитник. А Фернандо Салес тоже полузащитник. Это такая питерская погода, как она есть. Но, всяком случае, так считается. А тем временем Киржаков на правом фланге простреливает. Ударить бы! По-моему, это испанец ударил по своим воротам. Честер Юнайтед парк Джессу накупил именно ради этого. Но бог с ним. Потому что сейчас Киржаков пробил. Попал в защитника. И мяч ушел на угловой. Опыт Энсо Мореско. Кожанов. Палом. Конечно, такой простой передачи смутить его очень сложно. Он просто... Пока его власти Мил Петержелло не выставляет. А Власов у нас мчится по правому флангу. Смещается в центр. Направо играет на Кожанова. Делает передачу. Кожанов мяч летит в ворота. Снова чудеса творит здесь на поле в Санкт-Петербурге. По лоб вытаскивает мяч из дальнего угла. После рикошета от ноги своего защитника. Перестарался сейчас несколько капитан команды Хави Навара. Ну и повезло испанцам. Тоже здесь повезло. Угловой. Очередной угловой у нас с левого фланга. Снег все идет и идет. Навес. Пробить бы Власов. Удар. Защитника попадает. Еще один угловой сейчас будет. Владимир пытается характеризовать. На какую позицию вышел молодой Кожанов. Вот он появляется везде. И под нападающим его не назовешь. Ведь все-таки организаторскую роль взял на себя Радимов. А вот получается атака 2-1. И свежий Бланк открывается по центру. Провалились игроки обороны Зенита. Анюков один сопровождает атаку испанского клуба. Бланк удар. Да. Случилось то, чего мы так сильно боялись. Как раз увлеклись санкт-петербуржцы. Атака и пропустили. На самом деле это было даже не 2 в 1. Нам-то было тут лучше даже 3 в 1 убежали испанцы. Практически. А Форина сейчас вполне может дать испанцам предупреждение, если будут испанцы слишком долго праздновать. И Анюков почти достал мяч. Ну, что ж поделать. 1-1 становится счет в нашем матче. Не просто было Зениту еще до этого забитого гола испанцами. Нужно было забивать 2 для выхода в следующий круг. А теперь становится еще сложнее. Мы будем смотреть, как Зенит... Сказал, что, ну, конечно, первая встреча важна. Ну, и то, что больше опыта. С Еврокубковым опытом... Красная карточка! Красную карточку получает. Это Кепа Бланка. Тоже интересное решение. Видим мы, что итальянские судьи принимают решения очень оперативно. И причем такие решения, которые могут изменить. Ход матча... А я вот... А за что? Я так понимаю, что за затяжку времени подросло. Видно, он ему еще и показал, чтобы, дескать, чтобы внимательнее смотрел. А Фарина такого понебратства не стерпел. Все-таки вот посмотрите развитие этой атаки. Очень здорово опять сыграл Навару. Сохранил мяч для своей команды. Убегает здесь на скорости. Генел Алвес. Алвес. И очень хорошая передача. Отметим. В малейших подробностях. А у нас Зенит атакует. И, пожалуйста, как Фарина принципиально отсудил вот этот эпизод именно. То есть... И вели в меньшинстве. Если бы это было 5 минут назад. Насколько было проще сейчас Зениту. А так у нас навес. И опасный момент. Киржаков бил. Я почти... Я не вижу номера, но почти уверен. Да, это Александр Киржаков. Он вот временами... У ЕФА следует сказать, что здесь, наверное, практически одинаковые опыты. Своей другой командой. Вот после этого опасного навеса футболисты Севильи 39 раз играли. 39 игр имели в Кубке УЕФА. 19 выиграли. 9 ничьих, 11 поражений. А футболисты Зенита играли 35 раз. У нас выиграли 15, 9 ничьих, 11 поражений. Красная карточка у нас. Красная карточка футболисту России. Ивица Крижа Наци. Вот посмотрите, здесь первым был Омареско. Так достаточно жестко. Но я бы не сказал, что прям уж грубо играл Крижа Наци. Ну и отметим, что передача у Рената не получилась. Пытался он перевести мяч на противоположный фланг. Опасная очень атака Севильи. Это снова Алвес. Пенальти. Пенальти назначается. Мне показалось, что очень картинно упал Дэниел Алвес. Разбегается Алвес к Малафеев. Малафеев роскошно просто играет. Отражает удар Дэниела Алвеса. Великолепенки. Мы видим повтор эпизода с назначением пенальти Ширу. Ну прихватил он немножко, конечно, Алвеса за футболку. Но и Алвес падал совсем уж красиво. Отбирают Севильцы сейчас мяч у соперника. Ренату. Передача на правый фланг. Отметим вот этого футболиста. Очень здорово выглядит сегодня Алвес. 23 года этому игроку. А сейчас снова с мячом. Атакует Севилья. Ну это если и удар был, то очень плохой. Даже... Сейчас давит, давит Санкт-Петербург. Пошкос. Продолжается атака. Ну что, будет бить Киржаков. И пробил Киржаков. А мяч пролетел мимо ворот. Вот Анюков поднимает две руки. Показывает, что он был абсолютно свободен на противоположном фланге. Неплохой момент. Забегание выполнял здесь один из футболистов. Посмотрите. Гласов, Анюков. Пошкос набирает скорость. Успеет к этому мячу из Киржаков. Такое ощущение, что рукой подыграл себе футболист. Бросают вперед. Это Давид сделал третий номер. И снова Альвиш с мячом. Какую блестящую передачу сделал Альвиш. Вперед. Удар. Малафеев спасает команду. Ну, может быть, сейчас чересчур вышел он из ворот. Но боялся просто Малафеев, что выскочит футболист Синихского клуба один на один. Но отметим Альвиша. Вот по этому эпизоду. Посмотрите. Развернулся. И очень точный пас сделал вперед. И последовал удар по воротам. Здесь еще легкий рикошет был от защитника. Угловой. Я бы все-таки ответил. Мы бы еще посмотрели. Как говорится, кто кого. А вот как раз у испанцев сейчас конец сезона. И посмотрите, они снова атакуют. Передача здорово. Здорово сыграна. Это Владислав Радимов на месте защитника сыграл. Власов набирает скорость. 4 в 3 идут санкт-петербуржцы. Палов проходит. А там Слеев творил настоящую сенсацию, можно сказать. Команда уже добилась выхода в полуфинал Лиги Чемпионов. И у нас санкт-петербуржцы обороняются. Снова Севиль идет вперед. Альвиш. Решил он уже заканчивать. Перзенита играет через Анюкова. Анюков уходит в центр. Передачу направо. Власов. Власов уже в штрафной. Навес. Ударить бы сейчас удар. Снова Киржаков. И снова не точно. Александр Киржаков с развороту направлял мяч в ближний от себя угол. И удар оказался не слишком успешным. Давайте мы еще раз посмотрим. Пошку здесь поборолся. Выцарапал мяч. Отправил на Власова. Буквально выдрал мяч из-под ног у защитника. И в результате... Нет, это был Кожанов. Но в конце концов все равно хорошую атаку провели санкт-петербуржцы. Мяч срикошетил. И Киржаков с разворотом... Немножко изменился рисунок игры. Стали больше держать испанцы мяч. Понятно, что это и задание тренера. Но и техническое мастерство футболистов. Хороший какой-нибудь неплохой удар. Сейчас переложил Кожанов с ноги на ногу мяч. И в дальний угол щекой пытался поразить ворота палубы. Но это непросто. При такой погоде покатить мяч низом... Естественно, что мяч теряет просто скорость. Застревает на газоне. Алвеш. Борьба Давида и Голиаху, да? Сейчас нарушил. Газета Марка так и написала, что Севиле сегодня будет творить историю. У Севиле есть для этого возможность. Зенит с мячом. Пошкус! Удар Пошкуса! Нет, мяч точно врут. Хороший проход. Это Хесус Навас. Алвеш. Да, сейчас Алвеш сыграл скверно. Вполне мог делать. Для того, чтобы победить. И мы ждем этого от питерцев. Тем более, что они сегодня бьются. Вы посмотрите, как играет здорово Киржаков. Угарил поворотом в перекладину попал. А что такое? Интересно. Лайсман зафиксировал мне игры. Очень хорошими клубами. Играл с сильными, да и середняками. И показывал не только хорошие результаты, но и игру. Очень интересно. Снова Киржаков. Снова удар. Снова удар. Снова удар.